привет друзья вы смотрите канал улт робот и сегодня мы рассмотрим вот этого не видит невиданного зверя который называется у нас ролланд мт32 сколько вот мы платим сейчас звуковую плату в наших современных пк не считая там скажем спикера да как правило ответ но ничего не платим так как звуковой чип или годок уже находится на борту современной материнской платы и удовлетворяет в принципе в полном объеме запросы 99 процентов пользователей так вот до 1987 года ответ был бы тот же самый так как не было никаких аппаратных звуковых средств для персональных компьютеров все что у вас было это писи спикер или если вы счастливчик трехголосная пищалка танди 1000 в 1987 году впервые было выпущено звуковое оборудование для пк первое устройство которое не было заточено под конкретный коммерческий софт было фьючер карта ibm music предназначение профессиональная музыка вторым устройством был ролланд мт32 ролланд активно продавал до 1987 года интерфейсную плату для миди интерфейса mpu-401 практически для всех компьютеров на рынке apple commodore всех японских компов середины 80-х и две платы для ibm так как мт32 был ориентирован на рынке для непрофессиональных музыкантов и любителей его цена была достаточно демократичной 550 долларов вместе с интерфейсной карточкой mpu-ipc для сравнения профессиональный синтезатор ямаха dx7 стоил две тысячи долларов третьим устройством было одлип music synthesis карт фирмы одлип инкорпорейтед по сути являлся платой сопряжения чипа yamaha pl2 к шине пк мог выдавать 9 каналов в fm синтезе содержащих звук из шести музыкальных инструментов и пяти ударных карта была моно стоило 200 долларов в то время по большой части весь прогресс в письме игры двигала компания сиро сиро на тот момент была крупнейшим издателем таким монстром как сейчас там не троник артст или стим дабы получить преимущество на растущем рынке видеоигр сера начала искать железное решение по звуку для писи из коробки так как практически любая не писи платформа имела звук лучше а пользователь хотел играть сложные интересные игры недоступны на консолях нинтендо ролан предложил сиро онлайн свой комплект из интерфейса и синтезатора mt32 этим навсегда вписал себя в историю игровой индустрии сиро вместе с продаваем играми рекламировал буклетах звуковое решение из коробки на писи на выбор было в 1988 году а такие конские цены от лип 245 долларов mt32 mpy pc 550 восемьдесят девятом году на рынке уже появился геймбластер это прародитель креативовских саундбластеров который стоил 129 долларов мог издавать там примитивные звуки от лип стоил 195 mt32 с карточкой интерфейсной 550 в девяностом году рынок уже существенно расширился от липу по в цене до 175 долларов геймбластер до 129 долларов появился первый саундбластер 239 долларов появилась внутренняя карта которая была полностью аналогична mt32 lipc i по цене 425 долларов и mt32 с комплектом api сети 550 долларов в девяносто первом году рынок уже совсем стал крупным не буду я все зачитывать вот цены вы видите появились сидером и по космическим ценам появились гравис и утра саунды первые там карточки ну и так далее но это в принципе я все это привел чтобы было какое-то понимание по ценам тех времен до сколько все это стоило теперь о формате миди миди как формат был основным для игр конца восьмидесятых и начала девяностых так как по сути являлся списком нот который отыграл синтезатор музыкальный файл занимая невероятно мало места с учетом технологий хранения данных того времени это было более чем актуально вот ну и соответственно давайте теперь а mt32 значит что такое mt да и мультитембровый звуковой модуль roland mt32 это не что иное как внешний миди синтезатор бюджетный полупрофессиональной линии для музыкантов любителей получен он из профессионального синтезатора roland d50 был выпущен в 1987 году компании roland corporation популярность он получил из-за модулей для pc совместимых компьютеров ну и са интерфейсов карточек и де-факто стал одним из первых устройств для воспроизведения компьютерной музыки а также использовался как оригинальный инструмент для описания музыки переводимых в дальнейшем для использования в формате устройства для его аналогов так как это устройство было выпущено до выхода general midi стандарта он использует свой собственный формат для воспроизведения миди называется он la линейный арифметический назван он так потому что объединяет технологию цифровых цемплов и технологии арифметического синтеза формы волны фактически в дальнейшем формат general midi gm был перенесена вся терминология технология несовместимыми оказались электрический интерфейс токовая петля вместо управления напряжением хотя на практике все равно работает и за совпадение номиналов набор инструментов и некоторые другие нюансы управлялись устройствами 32 и general midi гинетично при помощи обычных миди сообщений типа note on то есть музыку для la нельзя воспроизвести конкретно корректно на gm устройстве так как не совпадут инструменты и будет играться бред есть различные режимы совместимости с la у разных устройств но полной совместимости нет ни у одного на mt32 в свою очередь можно проигрывать general midi предварительно загрузив специальный патч о котором я расскажу немного позднее но опять же инструменты будут правильные но достоверность звучания будет далека от идеала для каждого формата лучше использовать свои устройства оригинальный мт32 поставляется с предустановленной библиотекой 128 инструментов и 30 ритм звуков воспроизводимых на 8 мелодических каналах и одном канале ритма допускал загрузку 64 пользовательских сэмплов и был оснащен эффектом цифровой ревиберации последующих моделях добавили библиотеку из 33 дополнительных звуковых эффектов из-за отсутствия сэмпла пианино он не может играть достоверный акустический звук пианино при фоне зависит от тональной сложности музыки от 8 до 32 нот могут быть одновременно воспроизведены mt32 представляет собой устройство в черном корпусе с экраном ручку управления и 10 кнопками все эти элементы управления используются при подключении устройства напрямую к миди клавиатуре сзади размещены порты midi-in midi-out midi-true порт который соответственно выдает сквозной сигнал с порта midi-in эти коннекторы выполнены в виде din 5 коннекторов мама вывод звука осуществляется при помощи двух разъемов джек одна четверть дюйма монофонических а в более новой модели также при помощи одного джек четверть дюйма стерео коннектора это первая модель здесь его нет он обычно тут расположен блок питания значит соответственно вам подойдет любой на 9 вольт мощностью 2 ампера и с разъемом но то есть вот такой стандартный с разъемом размера 5 и 3 миллиметра значит что хочу отметить стандартно у блоков питания которые поставляются у нас ну продаются в разных ловчонках торговых рынках плюс находится в центре вот этого разъема и на внешней оболочке находится минус у роланда все наоборот вот здесь это все нарисовано у него минус в центре значит как бы внутри встроена функция от переплюсовки но я бы не рекомендовал бы вам испытывать судьбу и подключать таким образом как она работает не ясно я не пробовал вот потерять устройство такое будет очень жаль значит что я видел интернете некоторые тут режут провода там что-то переключить ничего делать не надо на самом деле вот эту отщелкивать эту коробку открываете и просто на платке перепаиваете местами плюс и минус у вас все получается аккуратно красиво такой блок питания что у нас внутри внутри у нас la32 чип генерации звука представляет собой 80 контактный пга чип управляющим процессором является intel c80 9590 в керамическом дип корпусе цифроаналовый преобразователь цап у нас пор браун пи 7 54 входной сигнал не разрешение 15 бит аналоговые линейные входы они балансные разъем четверть дюйма моно джек на старой модели вот называется на чем-то 32 ул нет разъема для наушников чип вот этот погаила и 32 его позже заменили на 100 контактный qfp типа кому интересно значит мт-32 старого типа используется бога серийными номерами до девятьсот пятьдесят четыреста девяносто девять каждая модель идет мт-32 с индивидуальным номером вот это 860 514 то есть это самом это мт-32 old значит ну пару слов о новом мт-32 значит в нем управляющий cp поменялся intel p898 значит сап тоже поменялся он стал 16-битным разрешением входного сигнала и добавлен сзади я показывал стерео джек такой же четверть дюймовый для наушников значит мт-32 нового типа это редакция один к себе он используется бог и сильными номерами от 950 500 и выше значит и в поздних моделях цап уже стал бор-браун 55 вместо 54 значит хотел бы я сразу еще открыть вам тему развернуто о совместимых моделях значит помимо вот такой модели до самой первой мт-32 который восемьдесят девятом году появилась был выпущен на рынок roland la pci это внутренняя isa карта размером она свои 32 включает она в себя тоже интерфейс mpu-401 и полную начинку мт-32 мт-32 нового значит также после этого как бы роланд он упростил серию для компьютеров они выпускали модели которые называются 7 7 это сокращенная аббревиатура от компьютер music они выглядят вот так вот как коробочка такая незрачная на нем находятся две лампочки питания и получения сигнала мидии и регулировка громкости значит он тоже восемьдесят девятом году выпущен первый из них ролан 7 32 л значит он как внешнее устройство идет и добавили 33 дополнительных эффектов него вот звуковых значит следующий был еще ролан 7 64 это комбинация 7 32 л 7 32 пи обрезанная версия романтию 110 значит 7 32 пи часть она играет миди каналы 11 16 который не используется не использует которая часть 7 32 л значит соответственно в играх вообще нигде не участвует и поэтому всем 64 просто как можно осматривать но есть проблема быстрого вибрато это когда некоторые сэмплы частности вибрато проигрываются со скоростью гораздо больше чем идет общая скорость там музыки то есть какая-то нота трынкает и срывается если хотите посмотреть что такое просто на ю тубе напишите mt32 fast vibrato вот и увидите там услышите все но достаточно неприятный момент значит следующая модель нас ролан 7 32 лн это звуковой модуль для ноутбуков мы его вообще осматривать не будем продавался он только в японии и модель которая заслуживает внимание это роман 7 500 это хорошая очень комбинация 7 32 лн с роман джесс совместимым дженерал саунд совместил ром 7 300 компьютерный music версия роман сц 55 санка нас 55 мы санка на следующем видео рассмотрим сразу значит выпущен он в девяносто втором году модуль частности дженерал миди банка аналогичный саунд канал с 55 мк то есть эта коробка два в одном что вроде бы прикольно но есть ложка дегтя почему модули не первый в списке по популярности у него бах с ускоренным звенящий свистящий вибрато так как и у предыдущих там 7 32 и вот например есть монки айланд первым слышно его в цене после титров у кастра это свистящий вибрато значит ну и соответственно еще одна моделька roland la pcn это сибос карта расширения опять же для ноутбука и опять же он продавался только в японии давайте рассмотрим вопрос интерфейса подключение вот это устройство компьютера значит ролан темп 32 аналогичным устройство от роланда работают неспростым распространенным повсеместно mpu-401 интерфейсом в режиме ю арти роланд использует так называемый intelligence моды mpu-401 который позволяет передавать помимо миди протокола данные по протоколу сисекс это систем эксклюзив месседж позволяющим загружать в mt32 сэмплы сигнала метронома синхронизации и передавать текстовую информацию на вот этот экранчик значит соответственно да отдельно сделаю отступление что почему вот именно популярность завоевали mt32 old и new вот именно в том виде что вот этот экранчик для многих людей является фетишем некоторые игрушки они просто пишут здесь один инсерт букозоид и прочие там надписи и народ вижу просто от этого естественно поскольку в 7 до моделях этого экрана нет этого ничего видно не будет только музыка играет поэтому как бы вот такой аппарат именно он как бы считается культом давайте да отвлеклись значит смотрите обычный mpu-401 ну на любой там звуковой карте работающий у арти режиме ну его еще называют дам моды не позволит использовать mt32 со стопроцентной совместимостью особенно со старыми играми от сьерра значит как выход можно использовать для подключения шнур gameport midi и загружать в память эмулятор роландовского интеллидженс моды софт мпу называется значит но на этот софт мпу работает только верхней памяти соответственно ему нужен загруженный емм 386 что опять же не позволяет корректно работать некоторым старым играм которые плюются на этот емм 386 например там ultimo 8 креатив он значит непосредственно вот этот шнур которым я сейчас говорил он выглядит следующим образом это разъемка в который подключается к звуковой карте из него идет сквозной порт подключения джойстика и соответственно снимаются два разъема midi-in и midi-out это креативский родной кабель который ну собственно фирменный он там продавался с карточками в 32 и там в 64 значит ну смотрите да и в общем лучшее решение на самом деле это но на текущий момент лучшее решение это клон оригинального роландовского интерфейса или стопроцентно совместимый с ним вот так эта карточка выглядит это уже новодел но использует более-менее там совместимую комплектацию или там где-то находит оригинальную построенную на чипе там z8 зилоговском известном на который там сердце спектру вот он содержащий в себе некоторую прошивку прошивки уже там с управления ошибками можно сказать что там 99,9 процента совместим стоит такая карточка на ebay там порядка 110 евро вот но есть несколько людей которые там появят их небольшими партиями энтузиастам продают вот ну и соответственно лучше этого да может быть только оригинальные roland mpu 401 drop 8 вот но это соответственно если вам совсем не жалко денег 350 400 бачей он стоит значит в девяносто первом году еще роланд выпустил плату roland ssc 1 gs это отличная пара для mt32 потому что он поддерживает формат звука general sound роланд в виде интегрирована 7 300 и в нем полностью совместимые mpu 401 с роландом то есть получаете два устройства у вас внешне получается для la формата mt32 и сама по себе эта плата играет по сути general midi вот значит сам вот этот интерфейс у них ну здесь вот на карте клоан можно выбирать различные аркию родной аркию для этой карты тайки 2 значит и порт родной 330 значит соответственно в компьютерах которых уже появился аси пиай но это функция управления электропитанием вот этот аси пиа и он этот второй арки занимает и если вы ставите эту карточку в машинный уровне там 2 пентиума там и выше даже в первых где-то уже иногда встречается у него даже 476 с этим дурацким аси пиа им который не могу нигде найти и выключить в биосе но вот то соответственно включайте убивайся чтобы освободить второе киу ты как бы лучше всего вы можете да поставить третья киу перемычкой указать драйверу чтобы он использовал там третья и киу никаких проблем не будет работать но я встречал незрачных там пару игр не думаю что для вас это будет принципиально которые вот они лезут именно в это во второе прерывание вот и не могут там поэтому по второму прерыванию найти карту естественно карта не plug and play соответственно да нужно в биосе под нее если хотите ресурсы зарезервировать там третья аркию второй или какую вы можете вообще поддерживать там второй седьмой пятый третий вот можно порт выбирать 300 или 330 но лучше 330 оставлять по умолчанию я бы не рекомендовал использовать смт-32 процессора начиная где-то наверное с pentium 3500 и выше потому что вы получите на устройстве ошибку стек оперфлоу переполнение стека да он будет очень быстро засылать на него данные и устройство не будет успевать его отрабатывать значит смотрите да как вот этот карточек подключается не идет вот такой вот шнурочек вот соответственно здесь разъем похоже на ком обычный включается здесь у нас есть медики на медиаут меди нам не нужен потому что у нас нет никаких устройств которые бы посылали миди сигнал сюда нас интересует только медиаут и соответственно шнурочку берем меди шнур обычно диновский соединяем здесь медиаут здесь устройство подключаем его меди и выход интерфейса выход интерфейса мы включаем во вход синтезатора все эти шнуры да можно найти специализированных музыкальных магазинах в москве их множество в интернете тоже не буду я на рекламу делать при желании найти очень просто как-то значит звук как ключи с него снимать и это вам нужно такой кабель я брал для стандартные два тюльпана и моно джеки 2 левой правой стерео тоже в том же профессиональном аудиомагазине подключен включаете левый правый канал и включаете его там дальше куда хотите меня он включен через roland sound canvas я когда буду в следующем видео рассматривать это устройство уже sound canvas расскажу как их вместе сцеплять и жить пока мы сегодня давайте пока на одном остановимся вот ну и соответственно вот касается интерфейс вот здесь все сейчас давайте я все это как бы соберу подключу к компьютеру и подключу ну давайте да давайте продолжим все подключили и посмотрим комбинации клавиш какие у этого устройства и системные да значит чтобы посмотреть версию bios устройства нужно нажать несколько кнопок одновременно перед тем как включить устройство значит нажимаю кнопки партфор партфор четвертая ритм кнопка и мастер воли вот эти три кнопки сжимаются после включать устройство вот версия 107 10 октября восемьдесят седьмого года вот какие-то там придают там сообщения благодарности так далее значит и и самое главное это как запустить самодиагностику устройства тестовый режим сразу скажу чтобы его запустить и вас должно должно устройство включено быть интерфейсной плате компьютер включен потому что будет тестироваться связь с компьютером с интерфейсной платой если у вас этого не будет естественно получится ошибку значит там нажимается это кнопка 3 нажимается кнопка волиум громкости и включаете устройство она напишет рам тест ок тогда и нажмите единичку единичку шали один два три четыре пять ритм на проверку кнопок мастер соответственно у меня нету кабеля который идет с на вход интерфейсной платой он соединен только выходом но я получаю здесь ошибку о приеме данных сми как приобрести это устройство но это либо японский опцион и вы покупаете все это как не рабочий но и надеяться на чудо и не надеяться на чудо может он рабочий вам придет может не рабочий вам нужно будет не убор питания там закупать и прочее я покупал они таким образом но соответственно в существенной существенной экономики по цене вот либо брать уже проверим устройство с какой-то гарантии продавца это и бэй и там по цене в районе там где-то наверно долларов 150 будет 200 в общем сейчас как бы уже предложение на эти устройства достаточно спала вот их осталось очень мало особенно в хорошем в каком-то виде потому что видно что у меня он уже побитый жизнью да где покупать и какие риски рассчитывать это абсолютно дело ваше ну и давайте соответственно посмотрим как это устройство работает и в чем его прелесть для большинства для большинства обывателей в начале девяностых музыка в компьютерных играх звучала для всех в виде си спикера все спикеры на самом деле тоже есть своя прелесть и давайте посмотрим ну вот так вот большинство обывателей не большинство практически все в свое время слушали компьютерную музыку и Играет музыка. Ну а так звучит Адлиб для тех счастливчиков, у кого он был. Играет музыка. Играет музыка. Ну и МТ-32. Играет музыка. 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 Играет музыка.